Привет! Украшать эпоксидной смолой можно уже и, казалось бы, готовые кулоны. Именно этим я сегодня и займусь. На этот раз у меня были вот такие уже готовые, минималистичные кулоны и сережки в виде лапок с Алиэкспресса. Чтобы работать с подвесками, я сняла их с цепочек, так они стали плоскими, и их удобно было заливать. Раздвигаю колечко плоскогубцами, снимаю подвеску и закрываю колечко, чтобы не потерять его. Работать буду на малярном скотче. Я так еще ни разу не делала, но часто видела у других мастеров. Склеиваю его колечком и приклеиваю на бумажку. У этих кулонов есть лицевая сторона и обратная, она более шершавая, поэтому я приклеиваю их так, чтобы не ошибиться стороной. Предполагается, что так как кулоны уже приклеены, смола не растечется. Ну, посмотрим. А для сережек я беру вот такой кусок упаковочного пенопласта, покрываю его тоже скотчем и втыкаю сережки-гвоздики. Дальше смола. Я беру кристалл от Эпокси Макса. Так как мне нужно много цветов, но в маленьком количестве, я, как и когда-то давно, взяла свою вот такую силиконовую форму в качестве палитры. Окрашивать буду своими любимыми красителями и еще тут я в первый раз решила попробовать воспользоваться вот такими рассыпчатыми пигментами для век. И что-то не особо эти пигменты стали размешиваться так, как я планировала. Ну, будет еще один интересный эффект. Я начинаю постепенно заполнять дырочки в заготовках. Работать надо аккуратно и не переборщить с количеством смолы. Горы заполняю сначала перламутровой смолой, а затем той, в которую добавляла рассыпчатые тени. Что-то я в последнее время стала менее аккуратно работать на камеру, но ничего, это можно будет убрать после застывания. На это ночное небо я решила добавить звезду. Долго не могла определиться, какую. В итоге выбрала ту, что из набора для маникюра. Но проблема в том, что смола сейчас довольно жидкая, поэтому звездочка тонет. И в итоге я решила ее убрать и приклеить на утро, то есть через 12 часов. У этих елок я сделала рассвет, а на второй паре таких кулонов я сделала наоборот. У елок ночь, а на горах рассвет. Накрываю от пылинок и оставляю высыхать. И вот все-таки малярный скотч не самый надежный вариант для подобной заливки. С ним формы протекают. Я стала исправлять это с помощью ножика. Смола отходила непросто, поэтому я стала отламывать ее плоскогубцами. Из дырок для фурнитуры я смогла убрать смолу только дремелем. С лапками та же история. Довольно много смолы утекло, и здесь очищать изделие намного сложнее. Но я справилась. И знаете, в данном случае мне очень понравилось, какой эффект дали тени. Эти блестки были словно сотни деревьев на горе. Прикрепляем фурнитуру обратно, и готово. Розово-голубые цвета слились между собой на кулонах, и получился очень незаметный градиент. Вообще, под такую технику можно брать абсолютно любые подвески, где есть дырочки или прорези. Вот такие, например. Ссылки на все материалы, как обычно, в описании. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok